Годы идут, власть меняется, проблемы остаются все те же. Одесские пенсионеры, ветераны труда встречают народного депутата Украины от оппозиционной платформы «За жизнь», инициатора национальной платформы «Женщины за мир» Наталью Королевскую и «За вечными вопросами». Когда в Украине будут платить достойные пенсии и когда власть, наконец, обратит внимание на проблемы этой категории граждан. Одесские сегодня ветераны, конечно, с болью в сердце говорят, что сегодня воинам АТО обещают новые льготы, новые привилегии, организации атошные поддерживают. А мы объясняем молодым парням, если за нас забыли, за стариков, которые вчера защищали нашу родину, то точно так же завтра забудут и сегодняшних защитников. Поэтому очень важно, и это наша позиция, защищать, поддерживать, помогать со стороны государства, не деля защитников своей страны на годы защиты, на их подвиги. А если человек служил своей родине, выполнял приказ, то значит и страна не имеет права забыть этого человека. Наталья Королевская напомнила, что на прошлой неделе в парламенте подняли вопрос об увеличении пенсионного возраста. Также представители МОНа большинства предлагают передать пенсионный фонд в частные руки. Как отметила Наталья Королевская, данный законопроект лишь обанкротит и без того бедный украинский пенсионный фонд. Этого допускать категорически нельзя. Мы видели на прошлой неделе, они подали законопроект еще больше увеличивать страховой стаж, еще больше увеличивать пенсионный возраст. Они захотели сейчас создать частный пенсионный фонд и все деньги государственные, деньги налогоплательщиков отдать в частные руки, назначить туда опять иностранных смотрящих. Ну и мы понимаем, просто уже уничтожить хоть какую-то пенсионную систему в Украине. Нам получилось на уровне парламента не допустить создание этой частной лавочки по пенсионному грабежу окончательно всех пенсионеров. Мы не допустили сейчас, чтобы они приняли дальнейшее повышение пенсионного возраста, считаем, что это вообще неприемлемым и дали свои альтернативные законопроекты. Критикуя, предлагай. У оппозиционеров есть альтернативное решение пенсионной проблемы. Дайте людям коэффициент 1,35, проиндексируйте реально пенсию, верните законную пенсию военным пенсионерам, пенсионерам госслужащим, детям войны, сегодня пенсионерам, которые заработали свой честный трудовой стаж и дайте людям их реально заработанные деньги. Также в ходе визита в наш город Наталья Королевская уже традиционно вместе с коллегой по партии Николаем Скориком возложили цветы к месту трагедии 2 мая – Дому профсоюзов. Как рассказывают политики, отдать дань памяти погибшим – это меньшее, что они могут сделать. Рассказала Наталья Королевская и о планах на ближайшие месяцы. Если позволит эпицитуация, то осенью, ко дню освобождения Украины от фашистских захватчиков, есть предложение собрать защитников нашей страны разных поколений за одним столом. Форум ветеранов войны и воинов АТО участников боевых действий традиционно проводился в первых числах мая и был приурочен ко дню победы. По понятным причинам сборы в прошлом году пришлось переносить.